Приветствую вас, давайте, так вот, последовательно попробуем разобраться с вашей проблемой. Значит, письмо вы, стоп-смузин, одиннадцатый, четыре года, знакомый семь лет и двое маленьких детей, и вы в декретном отпуске, дети по годке. Значит, ну давайте вот для начала вот это вот все, что вы написали, да, значит, какое для вас это имеет значение, то есть вы семь лет вместе, четыре года женатых, двое детей маленьких и так далее. Значит, какое это все для вас имеет значение. Далее, очень важен ваш возраст. Сколько лет вам, сколько лет мужу, семь лет срок большой. Если вам около двадцати пяти, или даже двадцати семи-восьми лет, то за то время, что вы вместе, вполне вероятно, могло произойти очень много всего. В том числе, измениться могли и ценности ваши, эмузия, значит, и измениться могло восприятие, ну, многие вещи могли измениться, то есть возраст, возраст здесь очень важен, очень важен здесь возраст и плохо, чтобы вы его не написали. Очень плохо. Значит, далее, вы пишите следующее. Значит, у вас мужем нерепонимание, порой такое чувство, что у меня три ребенка, значит, все мои слова пропускаются мимо ушей. Ну, вот, 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 в принципе, знаете, вот, сами того не желая, вы ответили на свой вопрос, то есть, вы чувствуете, что у вас три ребенка, соответственно, это означает, что вы заняли родительскую позицию по отношению к своему мужу. Если по этой позиции родительской, значит, мужчине ничего делать вообще не надо, не нужно выполнять, значит, свои мужские функции, я имею ввиду, как мужа, да, не нужно увести себя как взрослый, а зачем, если есть, собственно, вы, которая за него все это сделает. И вы, как бы, не позволяете мужчине посыть это дело, почувствовать, ощутить, полностью ощутить ответственность за то, вот, что он делает. То есть, очевидно, что вы ему все прощаете, очевидно, что вы какие-то вещи ему позволяете, которых, может быть, раньше никогда не позволяли бы, вот, и очевидно, что мужчина не боится вас потерять, у него нет стимула вести себя по-подростому. И здесь, пожалуй, вопрос только к вам, почему вы позволили ему вот так вот себя с вами вести, ради чего и для чего. Далее, значит, очень может быть, что вы для своего мужчины перестали быть женщиной, он перестал воспринимать вас как женщина, стал воспринимать вас в большей степени как свою супругу, как мать своих детей, а это очень плохо именно для отношений. То есть, вот, сама по себе, сама по себе такая вот реакция, она очень плохая и очень, ну, почти всегда она тревожна, тревожна для людей. И вы, надо сказать, здесь ни в коем случае не исключение, потому что, ну, как я уже сказал, это неестественно, это нормально. Вот то, о чем вы нам рассказываете, да, это совершенно нормальная реакция, совершенно нормальная реакция. Другое дело, что ненормально, да, что она, эта ситуация вообще произошла, да, это ненормально. Тут я с вами согласен, но вот именно, как я понимаю, для того, чтобы ситуацию исправить, вы как раз таки и обратились к нам за помощью, может быть, даже сами того не осознавая, то есть я знаю того, что вы обратились именно за этой помощью к нам. Значит, у мужчины есть свои желания, и вполне вероятно, что вы либо их не удовлетворяете совсем, либо вы, напротив, удовлетворяете их через ЧИУР ФИНа, то есть через ЧИУР много внимания уделяете ему и это тоже очень плохо. Значит, что еще можно вам сказать, вот так вот, по тому, что вы написали. Значит, вы ссоритесь, и он вас не слышит. Проблема заключается в том, что у мужчины нет мотивации в том, чтобы вас слышать. У мужчины нет мотивации для того, чтобы внимательно к всему относиться, и у мужчины нет стимула для того, чтобы все это делать. И, простите, если вам не понравится то, что я сейчас скажу, но ответственность за это лежит в том числе, именно вот так вот скажем, в том числе и на вас. То есть то, что произошло стало возможным именно потому, что вы вот так вот как-то себя поставили таким образом, что наш мужчина мог, может, мог себя вести подобным образом. То есть чтобы он перестал вести себя подобным образом, вам нужно изменить свою модель поведения. То есть, по сути дела, вам нужно начинать по-другому себя вести. Так, ну, возможно, больше внимания уделять, там, себе. Возможно, быть менее, ну, меньше давать ему спуску именно в том, что он делает. Больше, там, думать о себе, о детях, значит. Объяснить мужу один раз, что если он, там, будет делать какие-то вещи, которые вам, например, неприятны, то для него это будет иметь, там, допустим, негативные последствия, там, например, и так далее. То есть, я думаю, вот я думаю, что действовать вам нужно именно так. Но, вообще-то говоря, нужно больше информации о вас, нужно, чтобы вы все-таки больше рассказали о себе, нужно, чтобы вы все-таки пояснили о том, как вообще стала работать такая ситуация, с какого момента это началось. Вот, вполне возможно, что ситуация у вас такая сложилась в связи с того, что мужчина, он просто-напросто, вот, иногда бывает так, что после рождения ребенка мужчина несколько охладевает свои женщины, потому что она перестает для него быть таковой. Она много внимания уделяет детям, а, соответственно, мужчину, как бы, как бы, внимание, ну, обращает, ну, куда меньше. И, понятно, что она по-другому не может, понятно, что, может быть, мы бы и рады, но, тем не менее, на мужа это может оказывать очень серьезное влияние, очень серьезный эффект, и именно поэтому, может быть, он так себя ведет, именно поэтому, после того, что перестал совершенно бояться вас потерять. Вот, и я бы хотел, чтобы вы в этой ситуации лишь только вот старались, постарались точнее вспомнить, значит, кто вы постарались в этой ситуации и вспомнить, какой вы были, старались бы, а больше внимания, больше сил уделять именно слезе все-таки себе и заботиться все-таки о себе и о детях. То есть, нужно менять свое отношение к нему, именно через контекст того, что вот вести определенным образом себя, ну, никак нельзя, и некоторые вещи спускать на тормозах тоже нельзя. Вот, здесь и, соответственно, ваш страх, здесь ваша, может быть, имеет место быть ваша неуверенность в себе, может быть что-то еще, но это все разбираем с вами. Вот, совет, ну, совет, как таковой, кроме того, что я вам рассказал, кроме того, чтобы обратить внимание на восприятие себя и на то, что вы хотите вы, и чего хочет ваш муж, и почему это, как бы, не реализуется. Совет вам можно дать только такой. Обратиться к психологу приватно с тем, чтобы обсудить все подробно и понять, как вообще вам устраивать свое поведение. Вот, осознает ли ваш муж, что проблема существует, если нет, то выработать стратегию поведения, чтобы он осознал, если осознает, то что готов делать. Вот, в принципе, то, что я хотел сказать. Знаете, завершить свой ответ, я, наверное, хотел бы тем, что вот вы пишите, что у вас недопонимание полное, а ведь человек понимает, нужен стимул, нужно желание. Желание, весь вопрос в том, почему это желание понимать у вашего мужа пропало. Вот, об этом и нужно с вами будет разговаривать. На этом, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.